в этом ролике речь пойдет о центро стремительном ускорении и центробежной силе и когда я кручу вот этот груз на веревке я должен удерживать его достаточным усилием но гораздо больше усилия прикладывает метатель молота когда он удерживает свой снаряд и раскручивает его пока тот еще не полетел сделаю еще один опыт возьму ведро с водой и буду крутить его вот так а вода при этом и выливается когда ведро переворачивается вверх дном ну и мы поговорим в этом ролике о том почему так происходит прежде всего надо сказать что движение по инерции когда на тело не действуют никакие силы наблюдаемые в инерциальной системе отсчета это движение по прямой например так летят искры отлетающие от точильного колеса и чтобы продемонстрировать это движение еще раз мы используем вот эту установку закрепим на ней стальной шарик колесо будет вращаться потом отпустим нитку и посмотрим на траекторию шарика которая будет снята фотоаппаратом установленным сверху над колесом и вот мы видим как шарик движется по окружности красными крестами трассируется его траектория сейчас мы отпустим нитку и а дальнейшая траектория шарика выглядит сверху прямой линией ну и вот для того чтобы найти силу которая удерживает тело на окружности по второму закону ньютона надо найти ускорение которое испытывает это тело и умножить его на массу тела а ускорение как вы знаете это изменение скорости за малый интервал времени отнесенная к величине этого интервала времени и я хочу подчеркнуть что все величины здесь записаны сила ускорение скорость это величины векторные и вот здесь нарисована часть окружности и когда тело с постоянной как мы говорим скоростью движется по окружностью постоянен лишь модуль скорости а направление скорости все время меняется и сила и нужна для того чтобы обеспечивать это изменение направления ну а теперь мы найдем величину дельта в для двух вот этих моментов времени и и для этого надо взять стрелочку во второй момент времени стрелочку скорости и параллельно ее перенести в первый момент времени ну и тогда мы можем нарисовать изменение скорости она была вот такой стала вот такой а стало быть вектор дельта в он направлен от конца первой стрелочки к концу второй стрелочки вот здесь мы его и обозначим а теперь мы перерисуем чертеж еще раз и выведем формулу для ускорения стрелочку скорости мне сейчас удобнее перенести не в начальный а в конечный момент времени и вот у меня появилась величина дельта в на чертеже угол поворота дельта фи для удобства изображен достаточно большим но мы помним что в рассуждении его надо брать очень маленьким это означает что другая сектора в дельта т практически не отличимо от основания равнобедренного треугольника вектор скорости повернулся на такой же угол дельта фи таким образом мы имеем два подобных треугольника и можем составить пропорцию в малом треугольнике дельта вы так относится к в как большом треугольнике в дельта т относится к радиусу окружности р отсюда мы находим величину ускорения а равняется дельта в делить на дельта т и она равняется квадрату скорости поделенному на радиус окружности и получается что при движении по окружности с постоянной скоростью вектор ускорения перпендикулярен вектору скорости и направлен к центру окружности тем самым это ускорение называется центра стремительным и теперь мы можем сразу же получить еще две формулы для центра стремительного ускорения выразив линейную скорость в движение по окружности через угловую скорость омега этого же движения но если мы заменим обе вышки по этой формуле то мы получим что равняется омега в квадрате а если мы в этой формуле только одну в заменим то 1 в еще останется в числителе и знаменателе сократится и у нас получится что ускорение из произведения угловой скорости омега на линейную скорость в и между прочим видно что вот эта формула очень похожа на ту которая здесь написано и это в общем не случайно иметь три разных формулы удобно потому что они пригождаются в разных ситуациях например когда самолет летит с постоянной скоростью по криволинейной траектории чтобы найти его ускорение в данной точке траектории мы вписываем в эту кривую окружность находим радиус кривизны и пользуемся первой формулой чем больше радиус тем слабее искривлена траектория и тем меньше ускорения а когда твердое тело вращается как одно целое угловые скорости всех его точек равны и в этом случае удобно пользоваться третьей формулой теперь чем радиус больше тем больше и ускорение и все эти рассуждения впервые появляются у христиана гюйгенса одного из самых ярких физиков и механиков середине 17 столетия предшественника ньютона а трактат гюйгенса назывался о центробежной силе стало быть ускорение у нас центростремительная сила центробежная и весь этот язык вызывает у изучающих физику довольно много затруднений и сейчас мы с этой терминологией и начнем с вами разбираться когда метатель молота раскручивает свой снаряд молот удерживается усилием метателя переданным через натяжение веревки эта сила создает центростремительное ускорение ее тоже естественно называть центростремительной с другой стороны двигающийся по окружности шар натягивает веревку и тянет руки метателя наружу и эту силу естественно называть центробежной эти две силы как и положено образуют пару сил по третьему закону ньютона а теперь самое главное когда мы описываем всю ситуацию в инерциальной системе отсчета нет никакой силы которая тянула бы шар наружу шар стремится лететь по прямой натягивает веревку а веревка этим натяжением заставляет его двигаться по окружности и точно также вода стремится лететь по касательной и поэтому не выливается из перевернутого ведра а теперь сделаем вот такой опыт здесь у меня на нитке прикреплены достаточно тяжелая бутылка и относительно легкая баночка но я раскручиваю баночку и она не только удерживает бутылку но даже поднимает ее вверх до сих пор все наши рассуждения мы проделывали в инерциальной системе отсчета а теперь мы сделаем новый шаг и посмотрим на ситуацию с точки зрения космонавтов находящихся на вращающейся космической станции а станция вращается для создания искусственной силы тяжести и сейчас мы на нее посмотрим мы закрепили на платформе двух космонавтов а в руках они держат нити с грузами сейчас станция не вращается если бы она была настоящей все предметы внутри нее находились бы в состоянии невесомости а теперь начнем раскручивать станцию она вращается все быстрее и быстрее и нити вытягиваются по радиусам почему это произошло с точки зрения внешнего наблюдателя мы уже знаем а космонавтом на станции удобно считать что на грузы действует некая сила направленная от центра вдоль радиусов эту силу можно назвать искусственной силой тяжести а еще можно говорить о ней как эффективной центробежной силе и таким образом для меня как для внешнего наблюдателя в инерциальной системе отсчета грузы движутся по окружности а их центростремительное ускорение обеспечивается натяжением нитий а для наших космонавтов которые наблюдают за грузами из не инерциальной вращающей системы отсчета грузы неподвижны и космонавты считают что сумма сил действующих на каждый груз равна нулю и они говорят что натяжение нити уравновешивается центробежной силой направленной от центра эта центробежная сила относится к фиктивным силам инерции которые вводятся в не инерциальных системах отсчета а еще к ним относится сила кориолиса о которой у нас имеется отдельный фильм ну и понятно что когда я вращаю ведро я его удерживаю на окружности силой своей руки но вот смотрите когда самолет делает разворот горизонтальной плоскости какая сила тянет его к центру этой окружности как происходит этот поворот ваши соображения на этот счет пишите в комментариях к этому ролику на ю-тубе и